всем привет добро пожаловать на мой канал в арт-терапе обязательно подписывайтесь ставьте лайки смотрите другие видео комментируйте welcome на канал сегодня я хотела бы показать небольшой я надеюсь видео урок по тому как нарисовать авокадо это займет у вас где-то минут 20-30 вот получить вот такой вот конечный авокадо вот косточка внутри для этого вам понадобятся кисточки разных размеров вот это например для заливки вот такая вот у меня кисточка не самое к сожалению лучше но она нормального размера то есть шестерочка можно заменить ее на любую другую шестерку но именно круглую кисточку для акварельки потому что здесь острый кончик и при этом она набирает хорошо воды и конечно же для прорисовки вот этого тонкого кантика и вокруг косточки нам понадобится вот такая маленькая кисточку меня это полтора от рублева значит вот это вот кисточка я очень люблю она из козы она хорошо держит воду и прекрасно делает заливки такие вот неравномерные красивые собственно что у нас это рембрандт красный соболь я обычно стараюсь не покупать натуральные кисти но вот у меня тут там появилась вот пару кистей и к сожалению мне они очень нравятся вот я не знаю что значит на рублеве вот это миниатюр кейван так что не буду утверждать но вот собственно так она и называется красочки главное главное вот что еще здесь красочки да значит я для этого рисунка использовала всего несколько красок вот например вот такой вот желтый это лимонный желтый потом зеленый да это можно в принципе взять травяной просто добавлять в него больше лимонного желтого но так как у меня есть уже более светлый оттенок это в ван гоги есть зеленая трава что-то там сэп грин как-то так называется вот есть еще в белых ночах тоже но я вот не помню совершенно название но в любом случае это теплый зеленый цвет здесь он немножко такой наверное более темный у меня он более свежий а вот значит хотя я вот так смотрю он достаточно холодный на самом деле скорее вот травяной он идет теплый этот более холодный поэтому в лимонную очень хорошо он мешается получается красивый цвет вот собственно такой зеленый лимон и желтый что еще здесь использовал конечно же коричневый у меня двух типов коричневый можете взять умбруженную в принципе она хорошо сюда пойдет вот сиену желтую тоже это вот вот эти два цвета они очень похожи также я взяла еще фиолетовый любой фиолетовый подойдет и на кредон фиолетовый любой абсолютно потому что мы его не будем использовать чистому мы будем только добавлять в коричневые оттенки вот и собственно все больше ничего здесь не использовала очень мало цветов вот и достаточно простая иллюстрация значит я возьму для этого рисунка хлопочек не сладковая бумага я в этом возьму бумагу но мне не очень много там хлопку где-то 50 процентов не больше вот собственно вы можете взять целлюлозную бумагу вот например вот это вот на целлюлозной бумаге выполнена и особенность целлюлозной в том что очень легко исправлять если вдруг вы не успели или можно нарисовать допустим кантик он не так быстро впитывается я буду работать очень быстро потому что у меня хлопок но вы можете взять и целлюлозу ее легче поправлять и так значит начинаем с я не буду делать набросок не карандашом ничем то есть просто смотрим форму даже вот я специально оставлю здесь как референс авокадо до форму то есть я ее сделал вот где-то вот так вот вот такой вот авокадо меня будет да видно наверное ничего не видно поэтому я отмечу вот так вот краешки то есть это не страшно я потом как-то это обыграю но собственно мне надо чтобы вы видели как она выглядеть будет значит смотрите я беру вот этот вот и зелененький да он холодный зеленый принципе я беру зелененький причем в двух местах у меня будет потому что в одном будет больше желтого в другом будет меньше вот и сейчас подготовлю эти цвета чтобы они у меня были готовы теперь беру лимонную желтую очень интенсивно замешиваю сюда смотрите получается видите очень такой ядовитый зеленый вот и также мне нужно здесь больше желтого добавить вот он у меня и смотрите сюда я не буду добавлять зеленый желтая вот наоборот зелененький чуть-чуть желтый добавлю чтобы у меня получился такой вот чуть-чуть зеленоватый желтый вот значит от края я буду вести более салатовый оттенок а потом к середине я буду вести более собственно желтый у меня кисты это очень очень слабо цвет посмотрите он очень слабо очень много воды значит вот так вот видео на что здесь вот такая вот штучка я сразу буду закрашивать потом идет вот как на самом деле чем-то напоминает матрешку вот здесь у меня будет немножко он такой вот такой вот неровно снизу можете сделать его кривоватым ведь авокадо они в принципе кривоватый серединку не закрашиваем продолжаем смотрите вести да вот обозначаем кружечку меня там получился более овальной но я потом подумал что все таки сделаю более кругленьким вот значит тут у меня получился вот кружочек вот сюда я под край добавляю чуть-чуть еще зелененького вы можете перейти уже на тонику кисточку я просто уже привыкла работать принц и видите смотрите за то что меня хлопок у меня по-другому растекается краска обратите внимание что когда вы будете работать с целлюлоза вас краска будет чуть чуть менее сильно втекать до всасываться именно бумагой поэтому в принципе ожидайте значит я вот так вот сделал с одной стороны более желто а потом как бы более белого смотрите я очень все разбавляю очень сильно краску разбавляю чуть чуть больше цвета значит вот здесь я сделаю более здесь чуть зеленовато чтобы понятно было что чуть-чуть вот здесь переходит ну то есть вот здесь есть такой вот до изгиб небольшой вот я делаю это чтобы получить красивый переход я видите поправляю вы можете делать то же самое либо не делать это уже на вашу смотреть значит надо подсушить немножко для того чтобы здесь получился у нас этот кружок для того чтобы прям сюда вписали косточку вы можете косточку взять любой формы смотрите у меня здесь овально на примере здесь я сделаю более круглую вы можете сделать ее чуть побольше это же все зависит от самого авокадо этого сорта поэтому строго на свое усмотрение главный принцип это вот здесь вот не чуть кстати добавлю мне почему-то захотел чуть добавить такого зеленовато синего по кантику потому что он у меня но не так выражен получился потому что хлопочек съел очень много цвета поэтому я так вот сделал здесь вот более темное сделаем вот если у вас будет целлюлоза у вас такого если хорошая целлюлозная бумага хороших брендов это очень важно потому что разные бренды даже целлюлозную бумагу делают разные вот если хорошего качества да там например концом какой-нибудь или арчер или еще кто-то то он не будет так съедать цвет и все будет нормально вот смотрите я в принципе вписала до сюда этот авокадо значит пока у нас этот авокадо должен просохнуть я возьму и просушу его и продолжу уже соответственно после того как высушу феном полностью полностью надо просушить чтобы лист вот видите он немножко дыбиться смотрите немножко неровно вот чтобы полностью лист был абсолютно ровный и полностью сухой в рак во всех даже вот сухой иногда кажется что сухой но он не сухой как я это определяю я щупку вот допустим ли здесь он более ну вот как бы теплый да когда краска мокрая сейчас не лето у нас до нас температуры достаточно низко вот когда вы трогаете то что еще до конца не просохла температура будет ниже за счет того что вода более холодная чем как бы воздух собственно поэтому вы можете это почувствовать то есть если разница есть все еще или вы ощущаете ну то есть влажность да вы можете это вот так и так то есть если чувствуете что есть разница в текстуре есть разница в температуре значит точно лист еще надо просушить итак лист я просушила но забыла сказать что если вы используете бумагу то есть обычно я стараюсь использовать 300 миллиграмм до толстую бумагу это так как у меня хлопочек это у меня чуть тоньше бумага я не знаю за счет чего хотя была маркирована она как 300 миллиграмм на квадратный метр но по толщине она немножко отличается от другой бумаги не знаю за счет чего это но и хлопок качество у этой бумаги просто другой вот качество другое и за счет этого бумага почему-то тоньше может быть я когда покупала листы были но лежали не совсем на своем месте поэтому он так получилось что лист тоньше чем должен быть 300 миллиграмм поэтому 300 точнее грамм на квадратный метр поэтому у меня немножко то есть мест лист полностью сухо абсолютно но у меня чуть-чуть дыбиться у вас может быть то же самое если бумага 250 даже грамм на квадратный метр ли 180 что я в эти моменты делаю я беру большую кисточку у меня вот такая вот кисточка прозрачная вода вот у меня здесь кот очень возмущен не знаю правда почему вот но я беру вот так вот этой кисточкой главное смотрите чтобы под самим рисунком не появлялась вода то есть вы держите этот лист очень аккуратно и очень точно чтобы он не видел значит смотрите я беру значит полностью его промазала вот так вот он выровняется сейчас я еще чуть-чуть делают это все-таки хлопочка много здесь так что вот вот смотрите аккуратно вот у меня промазан лист что я дальше делал я убираю вот эти остатки воды у меня обычно тряпочка сейчас или нет поэтому приходится рукой значит смотрите вот так вот дело и вот так вот сухими полностью то есть руки с помощью такие чисто так вот выравниваю вот можно подклеить но у меня к сожалению здесь нет даже скотча поэтому я просто его вот они от есть скотч вот идеально значит вот чтобы она можно не клеить можно в принципе и на вздыбившиеся бумаги рисовать но я бы не советовала по как минимум потому что когда бумага делится скотч я клею такой который не повредит моей бумаги вы можете малярный скотч или вот эти вот красивые скотчи до бумажные не с рисунками еще такими классные очень удобно всегда иметь на столе я обычно не приклеивала но пару раз у меня было такое что я рисовала из-за того что вздыбившийся бумагу у меня текла краска неправильно я стала наклеивать вот смотрите мы выровняли на вот мы выровняли лист вот если вы видите еще добиться вот у меня например еще добиться почему-то по центру бумага очень тонкая на я вот так вот заклеиваю вот так смотрите идеально теперь у нас ровненький лист если вы забыли приклеить это вначале не расстраивайтесь всегда можно приклеить в любой момент все теперь смотрите у нас все ровненько аккуратно все классно мы приступаем к прорисовке вот этого вот ядрышко значит я возьму вот эту кисточку я пришел раз это и рисовала значит ядрышко у меня как он брожу надо но я его ее очень сильно развожу на смотрю у меня здесь очень уже запачкана поэтому я уберу лишнее я прям здесь уберу лишнее потому что кого не поймете какой цвет вот смотрите у меня есть два типа вот это более светлый дату сиену жена вот такая вы давайте лучше ее возьмем потому что она вот смотрите вот такой у нас должен получиться цвет я понимаю что это металлическая палитра она немножко собирается в капли но так как нам не сильно много надо мы вот видим что ну красочка слабенько там много воды и рисуем наш значит рисуем я рисую очень быстро вот дело смотрите ядрышко может быть криво ватенько ничего страшно главное вот здесь оставить блик все ядрышко потому что такое как бы на посмотрите она кривенько вот и теперь я начинаю наращивать свет пока мокрая еще смотрите то есть я делала такие вот движения но от периметра к середине от периметра к середине потом еще то есть зачем это делал потому что когда что-то кругленькое такое как бы весьма глянцевая как собственно ядрышко вот этого авокадо да то она такое все равно где-то там какие-то давленности где-то какие-то излом чеки то есть поэтому вот чтобы передать вот эту фактуру проявить фактуру самой самой бумаги у меня прекрасно фактуру этой бумаги хлопково вот и вообще у акварельной обычно если это не горячего прессования холодного прессования то всегда есть фактура какая-то и теперь смотрите по вот этому вот периметру то есть с одной как бы стороны больше да я делаю затемнение здесь чуть-чуть совсем но как вот так чуть-чуть но опять-таки края от края к середине да то есть видно что она как бы здесь темнее почему это делается потому что таким образом передается объем что на выпуклое именно за счет того что мы делаем темнее значит я делаю еще темнее но опять-таки здесь очень осторожно нам будет темно очень у края не оставляйте окантовочку потому что придется закрашивать вот такое вот видите у нас здесь еще темнее вот чтобы сделать цвет еще темнее я добавляю фиолетовый и у меня получается прям совсем темно цвет я его сделал вот здесь вот смотрите какое мило здесь ядрышко получилось если вы что-то неровно получилось но вы хотите чтобы ровно отлично можете всегда поправить теперь ядрышко если вас устраивает цвет то есть у меня получился он более теплый чем здесь но в принципе я хотела такой цвета то собственно вот так мы оставляем то есть все я форму форма меня устраивает почти никогда не устраивает меня форма с первого раза педантизм вот вот теперь форма меня устраивает значит форма меня устраивает теперь я буду опять сушить сушим и так я подсушила смотрите ядрышко это все-таки не что-то совсем глянцево поэтому я возьму чуть-чуть еле-еле смотрите еле-еле и закрашу его чуть-чуть вот такой вот цвет но здесь очень важно делать это быстро и вокруг чтобы краска не растекалась вот видите то есть она не такое бликовая как было до этого но при этом очень хорошо значит теперь я еще добавлю здесь вот цвета вот так вот цвета добавлю вот и смотрите я вот так вот делала такие движения тоже слегка она видите у меня уже смотрите краска она как бы уже вымылась поэтому то что еще сделать больше такое как вода и вот я как бы нивелирует это вот к серединке вот так все это теперь пусть сохнет натуральным способом а мы обводим здесь вот кантик причем с одной стороны у нас будет чуть толще вот это вот это то есть вот так вот мы обводим у меня в доме коты поэтому у меня всегда все эти рисунки и кисти сопровождаются котовскими волосами поэтому не удивляйтесь что у меня где-то увидите вот такую вот так вот аккуратно не пачкаем руки не пачкаем если где-то вдруг у вас затряслась рука и куда-то что-то поехало не страшно это же авокадо он не ровно у него иногда бывает это вмятинки то есть это вообще не страшно но сейчас смотрите я нарисовала за счет того что у меня приклеены вот это потому что вот это у меня не было приклеено я взяла развернула его здесь по адресу здесь такого не будет поэтому я аккуратно чтобы не задеть ядрышко сделал еще чуть толще вот наверно мне надо подумать как это и делать так что она не задеть значит я делал более темным же более темным вот чуть-чуть толще чем другой стороны зачем это дело потому что как бы толщинку где-то надо добавить иначе будет не объемная вот так смотрите и получается это линия нивелируются к низу да то есть вот как уходит к ней ну вот собственно вот так вот я и делал пока мы это делаем вот к мы это делаем у нас как раз подсыхает здесь вот я дружку еще темненького и и уже сейчас данный момент можно просушивать или же оставить сушиться естественным способом то есть это уже как вам хочется я просушу чтобы видео было короче значит смотрите что произошло пока сушила меня получатся лист уже высох и он начал делиться вот поэтому я его снова выпрямляю но это произошло только потому что я фен включен на горячий если вы не будете включать на горячий сушить холодным или вообще естественно причем-то вообще все будет классно я вот видите делаю так потому что но хлопок он в принципе такой вот у меня тонкий поэтому он так добиться иначе смотрим следующее вот мы берем вот такую маленькую кисточку меня полтора можно единичку взять внимательно вот эти кисточки обращаем внимание что здесь собирается всегда капельки мы их потираем что-то или собираем вот теперь другой кисточкой чтобы удобнее замешиваем цвет берем свой самый черный самый темно-коричневый вот мой кот обнаружил какую-то коровочку и у него это прям мега удовольствие вот берем смотрите я вам сказал фиолетовые но я добавлю чуть-чуть синего индига это очень темный цвет вы можете добавить черный вот опять-таки фиолетовый добавляю меня просто с фиолетовыми по мне нет черного в палитре а с фиолетовым у меня не получается очень темный цвет потом мне пришлось немного темно-синего добавить вот в принципе будет точно тоненькая линия поэтому не страшно даже если он будет какого-то земельного оттенка это не страшно совершенно вот значит у меня получился очень темно-коричневый что очень классно я вытираю здесь вот капельку вот мне она не нужна и начинаю обводить ядрышко по периметру не оставляем видеть у меня пошло то есть не я не ровненько пошла видеть из этого у меня образовалась но вот этот фон пробился да поэтому я до обложу для чего мы это делаем потому что под ядрышком то есть ядрышко входит вот в это вот пространстве соответственно образуется между ними щель а вот и конечно же из-за этого будет образовываться и вот такого такое затемнение потому что каждый щель это вот так мы обводим аккуратненько вот мы обвели и вот у нас все так хорошо получилось даже если где-то изъянчик это вообще не страшно уже все-таки художники мы там видим вот и теперь вот здесь вот с этой стороны видите здесь у нас чуть-чуть толщинка самого века да здесь у нас будет у ядрышко чинюшку то есть мы ее идем вот смотрите таким вот образом вот таким вот образом как будто бы луна вокруг ядра так вот мы это сделали видите получилось естественно тенюшку вот и теперь мы сделаем 2 кисточка которая нас пятерочка чуть-чуть ее размоем эту тюнишку чуть-чуть смажем край этой тени чуть-чуть но только край то есть у нас смотрите если у нас слишком много воды мы ее убираем для того чтобы вокруг самого ядрышка все-таки была самая темная вот смотрите она лишь как вы видите как получилось вот теперь последнее что я делаю то подсушила вот здесь единственное что еще вот здесь вот я бы сделал тоже чуть потемнение да отлично то есть нужно конечно быть осторожными но опять таки если где-то какая-то дрогнула рука где-то не страшно вот вот теперь у нас получился вот такого того к 1 дружок но мы видим что несмотря на то что это еще не подсохла нам не хватает немножко кантовочки посмотрите как хорошо вот эта зеленая кантовочка а здесь прям совсем у нас вот желтенько хочется немножко зелененького добавить давайте добавляем зелененькие смешиваем в желтеньким прям активно вот получается такой вот прям ядовито зеленый моего немножко разбавляем с водой вот и вот здесь вот я вот здесь вот вот так делал такой кантик я сразу воду у меня хлопочек поэтому я сразу же добавляю воду чтоб немножко края были менее четки вот так вот это же самое делаю вот дальше вот работаю очень быстро потому что хлопочек высохнет и потом очень сильно впитается поэтому я сделаю это все очень быстро можете делать более медленно вот а еще можно если что допустим смачивать перед тем как вы начинаете работать по краю чуть-чуть смочить его и собственно когда уже нанести саму краску вот смотрите у нас получилось отлично кантику конечно же я не прислоняюсь то есть вот у меня здесь чуть темно-зеленого будет но не темно в зеленом смысле темнее чем этот оттенок да то есть вот такого торгой цвет и ищут в некоторых местах добавлю но это именно визуального то есть я смотрю где да вот мне хочется прям добавить чтобы добавить вот какой-то такой прелести я добавляю вот так вот чуть-чуть размываю вот здесь надо вот можно еще чуть-чуть вот так вот добавить воды и если вдруг чуть-чуть совсем чуть-чуть вот и вот у меня получилось вот такой вот такая вот радость здесь у нас тоже чуть-чуть будет то есть вокруг я дрожка тоже сделаю немножко зелененькая чуть-чуть вот здесь немножко переборщила но не страшно я сразу же это добавлю водички то есть такой вот некий шаром добавим да то есть это прям нет здесь четких правил если вы не хотите добавлять вот вы считаете что но не так вообще не добавлять это вообще не проблема вот теперь останется только высушить и собственно наш авокадо полностью готов и так вот мы видим что нашего к до полностью готов там получился смотрите рисовала опять таки я же но он получился совершенно разный да то есть это все за счет бумаги это одна бумага это другая до хлопочек это тоже с хлопочком это чуть-чуть другой вид хлопочка но отлично я со своей стороны подумал что я и немножко хочу здесь чуть-чуть осветлить что я делаю я беру на нашу просто вот и вот так вот делал как бы это вымываю краску вот я хочу так делать чтобы было более выпукло вот вот так мне нравится больше вот теперь он более натуральный вот теперь осталось подписать и собственно мы полностью готова то есть работа выполнена вы можете подписывать и можете не подписывать я вот подпишу вдруг вам захочется с маленькой буквы подпишу вот так вот напишу с маленькой буквы авокадо сначала одним одной линии теперь вот такие вот те линии которые идут вниз я добавляю вторую линию собственно как вот так вот все что идет вверх не добавляю но и да вот это вот вот это я тоже не добавляю вот собственно вот так вот мы можем это закрасить если надо можем просто так оставить можем добавить фон это все на ваше усмотрение но вот так вот рисуется авокадо но по крайней мере я так рисую авокадо обязательно ставьте лайки за это видео это всегда приятно это говорит о том что вам нравится то чем я занимаюсь пишите комментарии рассказывайте как вам опыт что вам понравилось что может быть вызвало у вас трудности и обязательно постараюсь покрыть это в следующем видео всем большое спасибо оставайтесь с нами на канале подписывайтесь а вам желаю отличного настроения и творческих успех пока пока